Ну, наши девочки обросли, не так сильно, но мы решили пощипать вместе с вами. Поэтому давайте будем щипать вместе. Заодно какие-то вопросы будут у кого-то появляться, мы будем на них отвечать. Вот, сейчас начнем с какой-нибудь собачки, которую мы поймаем. Это наша Хлоя. Да, Хлоя? Помнят все Хлою, да, дочек? Сейчас проверим, есть ли подшерсты, которые отходят. Для этого мы берем стрипет и начинаем причесывать. И смотрим, есть ли что-то на расческе. Вот, который сильно обросший, вот эта штука очень хорошо сначала перед триммингом всю собаку прочесать. У кого подшерстка много, то же самое, он вычесывает подшерсток тоже. И прихватывает ость перезревшую. Но здесь мало, поэтому... Садись. Значит, когда собака выставочная, мы сначала моем, потом щипаем, соответственно. Вот. Ну, она выставочная, но ей сейчас не на выставку, поэтому я немного пощипаю грязное, а потом помою. Камни. Вот этот камень, я рассказывала про него, который делают в Дании. На самом деле проверку не очень прошел. Он хороший, мне нравится, но вот у него уже начинает облезать вот эта часть. Мой любимый камень, белый он пачкается, даже если его мыть, он все равно уже становится черным. Он уже много лет служит и прекрасно служит. Я прям обожаю этот камень. То есть, вот у нас разные варианты. И даже вот такой есть самоделкин. Кстати, если у вас никакой возможности нет купить камень, вы можете его сделать самостоятельно. То есть, вы изготавливаете... Берете камень, который точит, ну, ножи обычные. И можете обрезать кусочек и им работать. То есть, смысл у этого камня точно такой же. Вам в помощь просто прихватить шерсть. И все. То есть, вы можете руками, но на самом деле этим гораздо удобнее, эффективнее и быстрее. Чтобы оставить собаку в роллинге, очень много не снимать, вы можете прочесать, поднять, скажем так, шерсть расчесочкой. Вот вы ее приподняли. И дальше такими движениями по росту шерсти вы просто прихватываете и начинаете щипать. То есть, дергаете с небольшим усилием. Покажи, сколько. Вот, за несколько движений. Как видите, собаке приятно. Ей совсем не больно. Больше чем вы все равно не прихватите, поэтому не бойтесь. Вот та, которая шерсть хорошо созрела, видите, я ее тяну, отрывается. Вот. Катерина, пациент, прихватывайте только, которые самые длинные торчат. Да, у вас получается, что вы прихватываете именно самые высокие. То есть, вам не надо глубоко вот так вот делать, а вы фактически берете за концы и их дергаете. То есть, еще раз показываю. Не глубоко, вот так с кожей вместе, а только верхушку. И вот ее уже дергаете. Тогда, получается, вы снимете только самый верхний слой. И чтобы вывести собаку в роллинг, вы не торопитесь. Вы снимаете сначала верхний слой, у вас остается слой, который покороче. Тот, который вы выдернули, он теперь будет самый маленький расти. И там через, ну, смотрите, по мере роста, опять же, по мере созревания. То есть, вы не можете щипать собаку, которую вот так вот взяли, а тут ничего нет. Значит, она не созрела, и собаке будет больно. Вам нужно щипать только тогда, когда вот вы прям вот с небольшим усилием потянули, и у вас в руке достаточно много шерсти. Вот тогда щипайте. И так, получается, чтобы вывести в роллинг, вы должны там в течение определенного промежутка времени, раз там в три недели, в месяц, вот по мере именно созревания следующего слоя, вы его снимаете. И так, сколько вы хотите слоев, три, четыре, у вас собака всегда будет красивой. То есть, она никогда не будет таким длинным, обросшим шариком. Я вам покажу потом. Вчера к нам приходил как раз фокстерьер, который был в роллинге, выставочный, все было красиво. И они не щипали с сентября, запустили таким образом, что это получился вот такой огромный шарик, который мы три часа вдвоем с Екатериной щипали. И, в общем, ну, и то не все сняли. Там еще подшерсток остался, там еще работы много. Значит, дальше, чтобы не сделать дырок, вы можете случайно переусердствовать в одном месте, и получится дырка. Поэтому вы постепенно переходите, ну, например, отсюда начинаете двигаться вниз. Вот так, двигайтесь, 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 двигайтесь. То есть, чтобы в одном месте долго... Если даже вы не видите результат, это не значит, что его нет. Вы можете случайно, когда, о, когда же тут нормально будет, вы можете, опа, и там дырка. Поэтому, ну, не стойте на одном месте, а вот так вот идите, 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 идите. Вот сейчас я Хлое снимаю только верхний слой, потому что мы готовимся к выставкам. Она уже юниор, и нам нужно будет, соответственно, держать ее в красивой форме, но и не переросшую, то есть, чтобы у нее не было слишком длинных волос на спине. Вот украшалка у нас маленькая совсем. Ну, она мамочка у нас. Там всякая борода, украшалка, длина. На самом деле, это вот у кого-то прям хорошая длинная, но у кого-то короткая. Ну, ничего не поделать. Можно немного нарастить косметикой. Ну, какой-то объем добавить, конечно же, можно косметикой. Я там в прошлый раз говорила, это биомаска фирмы Реквал, голубая. Вот она способствует хорошему обрастанию. Здесь то же самое, помните, да, это наша украшалочка. Украшалку мы все равно по чуть-чуть, вот так вот, понемножечку, несколько хотя бы волосеночков мы прощипываем. Точно так же расчесочкой все прочешите. И вот самые длинненькие-длинненькие волосики вот таким образом, прям пальчиками убирайте. Лучше не камнем, ничем, а пальчиками, тогда вы не переборщите. Вот, я для удобства держу вот так ножку, чтобы мне хорошо было видно. И вот так вот делаю. Оп-оп. То же самое касается вот с этой юбочкой, которая у нас есть. У нас она маленькая, но в любом случае вот такие длинные волосики, которые самые выпирают, скажем, неплотно сидящие, вы их точно так пальчиками оп-оп забираете. Вот здесь у нас столбики, помните, да, такие должны быть. Ну, опять же, у Хлои просто не обрастает еще пока. Долго у нее украшалка растет, как у ее мамы. А столбики такие должны быть, красивые, пышненькие столбики, поэтому вы их начесываете наверх. Если вот у вас особенно объемные такие столбики, то точно так же пальчиками вы цепляетесь за самый длинный волосик, чтобы у вас в конечном итоге со всех сторон вот так пощипаете, чтобы у вас прям красивый такой столбик получился. А к выставке, кому на выставку, вы начешете потом для объема, чтобы он стоял в сторону. И будет такой красивый столбик. Хвостик у нас тоже. Хвостики, ну, многие не любят, понятное дело. Начинаешь щипать хвостик сразу. А, истерика, крутятся, спасите, помогите, убивают. Не любят они хвосты. Да, надо посидеть, полежать. Хлоя, тебе удобно? Ты так удушишься. Сиди. То же самое вот. Вот они волосы наши длинные. Тут такого не должно быть, поэтому вы щипаете. Хлоя, да, да, не нравятся хвостики, никому не нравятся хвостики. А что поделать? Видите, какая длина тут? Ну, тут пока мало, посчитай. Слишком длинный хвост. Нам нужно также снять... Хвостик, ну, такой, знаете, немного недозревший, тяжело отходит. Вообще, все хорошо созревает, если вы не ленитесь и вот со щенка нормально прощипываете. Тогда шерсть становится жесткой во всех местах. Если вы где-то схалтурили, соответственно, у вас там шерсти будет мягкая. Есть, конечно, исключения, у которых, ну, генетически шерсть мягкая, плохая, пушок. Вот, но все равно надо, ну, немного подщипывать. Да хвостик, да, никому не нравится хвостик, да, моя детка. Вот, если уж там совсем плохо отходит, да, а вам надо на выставку, вам тогда придется этот хвостик постричь. То есть, вот это все, что у нас... Также сделать красивый столбик, как на ногах. То есть, вот это вот все мы с вами чик-чик-чик-чик-чик-чик каким-нибудь филировочкой, чтобы было красиво. Соответственно, здесь у нас тоже должно быть все либо пощипано, либо пострижено. Если уж совсем собака не дает заднюю часть, там визги, писки, истерики, кусания, ну, хотя бы немного попробуйте все-таки пощипать. Потому что там будет более светлая шерсть, если ее не щипать, а стричь. Вот. То есть, вам тоже надо так же по росту шерсти дергать вот сюда. Есть собаки писклявые, да, вот есть, чуть дернешь, а там вроде бы это не больно, ой, а прямо крику-то, крику-то начинается. Самое главное, на крик, пожалуйста, не ведитесь. Они очень хитрые. Начинаешь с ними работать, они сразу, ой, спасите, помогите, мне больно. Вот, не верьте, погладьте и дальше щипайте. Потом уже скажут, что ничего не получилось, ладно, буду стоять молча. То есть, берите, как вам удобно. Вот я вот так ногу, например, взяла, мне нужно бедро сделать. Я такими же движениями делаю бедро. Поцарапанно тут, что ли? Почему? Видите, развал шерсти. Видно. Это длинно, развал шерсти. Мне кажется, лысина. Что ж, мужика, что-то, не знаю, что-то, не знаю. Если нас смотрят мальчишки, вас с праздником, с мужским поздравляем от нашей всей семьи, от нашей банды. Вот, соответственно, вы там своих мужчин поздравите. Скажите, что вам еще один грифончик на 8 марта понадобится. Ну, вдруг у вас мало. Вот, в общем, вот там уже, знаете, вот щипаете, чувствуете, что все уже, ну, особо ничего не щипается. Значит, можно закончить, потому что здесь созревшая шерсть закончилась. Здесь остается шерсть, которая еще не созрела. Проверяем. Поднимаем. Опять же, снимаем самую длинную. Вот это нас рыгает тут, а? Ой, луканка. Вкусно покушала сегодня, да. Вот, ну, это в бок точно так же. Так же. Ой, больно тебе сделала, мама. Я не нарочно. Вот, если больно, вам собачка об этом скажет. Хлоя у нас терпеливая. Где-то я, видимо, прихватила больше, чем. Хлоюшка, стой, стой. Стой, малыш, стой. Плечо тоже самое. Плечо, вот у нас украшалка здесь, соответственно, плечо мы должны с вами снимать. Стой. Когда первые тримминги у вас мягкая шерсть еще у малышей, конечно же, это намного дольше, чем созревшая шерсть. Мягкая шерсть отходит похуже и нужно брать прям совсем, ну, чуть-чуть, по несколько волосочков, аккуратненько, аккуратненько поддергивая, чтобы эта процедура была, ну, менее неприятной. Продолжение следует. У кого-то предпочитает собаке сидеть, у кого-то лежать. Вот Маруся, например, у нас ложится сразу. Нашу украшалочку тоже причесываем. Поднимаем столбиком. Вот про эти части тоже не забывайте, здесь же иногда обрастает больше, чем. Вам точно так же нужно, хотите, пальчиками выщипать, хотите, камушком выщипывайте. То есть вы убираете то, что уже на земле валяется. И все то же самое. То есть нам нужно столбик с вами сделать. Соответственно, мы все поднимаем и пальчиками аккуратненько выдергиваем самый длинный волос, чтобы у нас такой плотно набитый столбик получился. Толщина, ну, толщина столбика зависит от вашей украшалки. То есть если украшалка хорошая такая, вы ее поднимаете и делаете такой толстенький столбик. Вот здесь вот видите, украшалки почти нету. Соответственно, столбик у нас с вами будет совсем тоненький. Ну, пока что есть. Вот прям пальчиками по кругу ваша задача пройтись, чтобы был красивый столбик. Везде, везде. Ну, и внутреннюю часть тоже там не забывайте. Мы ее приподняли и пощипали. Все, пальчиками хорошо выходит. Так, здесь, ну, наша писюнь. Я собак не мучаю, соответственно. У меня есть триммер. И триммером просто подбреваю. Не против шерсти, а по шерсти. То есть сильно лысый делать нельзя, потому что будет зудеть. И чесаться. У мальчиков, соответственно, писюны там. Яйки там на ваше усмотрение. А у девочек вот таким образом. Оп-оп. И все, наша писечка готова. То, что волосики писают, зачем? Пачкается все. Вот, и у нас есть пятки. У меня тоже, у меня всякие триммеры есть. Понятно, у вас может не быть, но пятки мы бреем. Потому что этими волосочками грязь приносите. То есть как ковшиком таким, не надавливая. Дреете пятку. Ой, стой! Стой! Сейчас у меня собачка убегает. Вот. Вот. Видите, как я фиксирую собаку как лошадку и поднимаю вот так ногу. Так вам удобно работать. Так, ну давайте я ее дощипаю потом все равно уже, чтобы вам время не терять с вами. Мы с вами поработаем с головой. Так. Я фиксирую таким образом, чтобы не освободить шею и голову. Но собака, чтобы со стола не упала. Поэтому я фиксирую теперь эту часть. Еще эту часть мы фиксируем у той собаки, которая все время садится. И вам сложно, вам надо поднять. И тут держать, столько рук нет. И поэтому мы фиксируем, ну, соответственно, здесь повыше. Вот так вот. И собака стоит. Все, вы можете работать с задней частью, и она не сядет. Можно есть такие столбики подкладывать. Но знаете, собака может с этого столбика слезть. А тут она никуда не денется. Ну да, скажи, Хлое, что это такое. Так. Ушки. Вот наши ушки. Тоже так же можете расчесочкой. У кого уже сильно обросло. Берем. И таким же точно образом по росту шерсти мы наши ушки с ушками дольше работать, потому что сильно много не захватывайте. Это же ушки. Наше нежное создание. Вот, щипайте. Внутри я особо не убираю волосы. Они тут не просто так. Понятно, что они защищают ухо от пыли и грязи, и всего остального. Если там совсем зарослят, прям огромные, тогда можно взять вот так пальчиками и повыдергивать. Вот. Но я вообще не сторонник из ушей вынимать шерсть. Она там не просто так. То есть вот ушко по-разному кладете, как шерсть растет, соответственно, вот таким образом. Вот краешки также прорабатываете все. Просто поддергиваете. Потихоньку-потихоньку вы будете видеть, что ваше ушко уже красивенькое. Точно так же с внутренней стороны. Вот эти волосики мы тоже вот так берем и прощипываем. Значит, если ваша собака дергается, вырывается, крутится, вы настырно ставьте, щипайте, ставьте, щипайте. Потом в конечном итоге собаке просто надоест, что вы все равно ее вставите и щипаете. Она смирится, встанет, и вы спокойно пощипаете. Есть такие настырные. Это у нас точно так же на фотосъемке происходит. Ведь собака не знает, что от нее хотят. Мы ее сажаем, она встает. Мы ее сажаем, она встает. Особенно кто не обученные съемки. И, соответственно, через там 20-30 раз посадки собака в конечном итоге будет сидеть. Тут только ваше терпение и настойчивость. Без руганий, без всего. Нет, ну бывает, что на некоторых надо немножечко, так, знаете, строго так, что я сказала, щипаемся и все. А то они у нас хитрецы и на шею садятся. Они такие, ой, мама ругается, надо пощипаться. Ладно. То есть не целуйтесь, не обнимайтесь. Поставили щипаться, все, щипаемся. А тут начинаются обнимашки. И все, и он и будет обниматься и целоваться с вами вместо тримминга. Видите, глазки закрыла. Все, значит, шерсть созревшая. Хорошо, все приятно. Стой. Да, некоторые еще будут... Вы держите ухо, значит, начнет голову опускать, натягивать, визжать от того, что сам себе делает больно. Есть, есть. Такие вы просто голову приподнимаете, а ухо не отпускаете. То есть покажите собаке, как ей нужно стоять. Если ей хочется лечь, пусть ложится. Но ухо при этом держите, не отпускайте. У нас самые вот такие вот, когда ушко щипаешь, вот здесь вот такие торчушки остаются. Их тоже вот так вот потом убирайте, чтобы было красиво. Вот, примерно. Еще тут можно пощипать, но все равно видно, что уже часть шерсти снята, и уже ушко поаккуратнее. Можете, вот эти вот, конечно, в идеале нужно пальчиком все выдрать волосики. Вот они, видите? Вот, но если уж совсем там уже процедура притомилась, можете ножничками ровненько сейчас я вам покажу. Берем прямые ножнички. Стой! И вот аккуратненько. Стой! Стой! Ухо! Только не отрежьте, пожалуйста, у кого навыков нет. То есть вы смотрите на свет. Эти волосики, они выходят за границу уха. Вот, будет вот так вот красивенько тоже. Так, что у нас дальше? Сейчас я посажу. Да, сейчас мы с лицом садись. Значит, лицо я предпочитаю собаку сажать к себе спиной, чтобы мне можно было работать с лицом с этой частью. Так удобнее. То же самое все начесываем, чтобы не переборщить с высотой. Конечно же, шапку лучше ручками. Можете за бороду придерживать. Тут все зависит от виртуозности вашей красоты, которая бодается с вами, не хочет щипаться. Сиди! Я обычно держу вот тут под горлом. У кого сидит нормально, можете сделать так, тоже удобно. Вы берете пальцами, держите и выдергиваете верхнюю часть пальчиками. Оп-оп-оп. Тогда вы придерживаете голову, чтобы не, ну, вот так не натягивало, когда вы дерете. Вот таким образом прощипываете голову. Здесь все легко отходит, потому что шерсть отлично созрела. То есть периодически прочесывайте, смотрите, чтобы у вас была красивая шапочка, и вы не переборщили и не наделали дырок. Чтобы шапочка была равномерная. Один вариант, если у вас вообще все созрело, хотите, можете даже все снять. Ну, прям до короткого волоса. И потом снова вырастет, только такой ровненький. Это я вам покажу на Нале. Вот у Налы сейчас так красиво головка обросла после тримминга. Мне очень нравится. То есть вот эти все торчушки, где ухо, мы как бы, нам нужен переход такой более плавный. Между шапочкой и ухом. Все пальчиками, пальчиками, пальчиками. Так, переносится. Значит, смотрите, вот эта часть, это как бы наша шапочка. Если вы это уберете, то у вас будет плоский лоб, некрасиво. То есть вот эту часть желательно сохранять. Высоту вы регулируете. Ну, ее тоже же нужно прощипывать, как и всю голову. Самые длинные только верхушки, которые прям выпирают из общей массы. Вы прощипываете. А вот переносится, вот они волосики. Значит, тут пальчиками нужно вынимать. Пальчиками, пинцетиком, кому как удобно. Если у вас здесь, ну, мокренько и руки выскальзывают, вы не можете прихватить, вы можете взять детскую присыпку на руки, вот сюда вот нанести, и у вас тогда будет схватываемость немного лучше. Тогда вы, ну, сможете повыдергивать эти волосики. То есть вы освобождаете переносицу, во-первых, чтобы она тут и не, ну, не пачкалась, чтобы она дышала. Потому что здесь у нас волосики особо не нужны. Вот у Маруси, например, когда здесь волосы, у нее начинает трескаться нос, быть сухой. И здесь то же самое. Вот эти волосы, коротенькие, лезут в глаза. Нам нужно их убрать. Точно так же не забывайте менять положение головы, чтобы щипать, как растет. Ни в каком другом направлении, иначе собаке будет больно. И вот потихонечку, потихонечку. Вот у кого слишком сильно глаза текут, может быть, тоже из-за волосиков, вы тогда свою бороду проконтролируйте. Возможно, вам вот здесь вот нужно убрать, бороду опустить немного ниже, чтобы вот эти волосы, ну, не мешали собаке. То есть делайте бородку просто ниже. Сиди, сиди. Если совсем, ну, вот прям совсем не можете, щипать переносицу ее освободить, ну, не криминально будет, если вы ее пострижете. То есть вы берете, опять же, прямые ножнички. Аккуратно только, пожалуйста, чтобы в глаза не попасть. И вот где переносится наша ножничками, вот таким образом выстригаете. И то же самое здесь, если у вас не получается прям вот у глаз выдрать, очень аккуратненько вот так вот выстригаете. Пожалуйста, аккуратно. Если собака дергается, дождитесь, когда она перестанет. Зафиксируйте ее, подождите немножко. Если все нормально, преподнесите. Ну, ко всему нужно приучать, нужно смотреть, как реагирует. Главное не ткнуть. Там, в крайнем случае, немного тупыми ножничками, какими-нибудь маленькими ножничками. Подскажите, пожалуйста, все хорошо. На черных собаках белая – это седая шерсть. На самом деле у многих есть такая шерсть. Вы можете сами, вот это вот, видите, у Хлои тоже, вот беленькие волосики. Просто можете их выдернуть. Вот это мертвый волос. Ничего, все хорошо. Насчет черной собаки не переживайте. У них часто по телу есть белые волосы. У рыжих мы просто особо не видим. Возможно, у них тоже есть. А вот у черных 100%. Такие седенькие волосики. Все сделали так. Все хорошо. До 3 минга не было ни одного волоска. Ну, все правильно. Не было ни одного белого волоса. Да? Все верно. Ну, и потому что еще молодой. А вот сейчас, когда жесткая шерсть, вот видите, вот тоже. Вот седой волос, вот седые волосы белые. Тоже у Хлои не было по молодости, когда на щенку он был. А сейчас вот тоже повылезала. Не, вы там ничего не нарушили, никакие луковицы не поранили. Это просто вот такой волос вылез. Значит, борода. То же самое. Не забывайте. Хоть это наша украшалка, но ее надо обновлять. Есть те, кто там в игре, у кого ни одна собака повыдергивает волосики, она обновляется. У кого одна собака и волосики не выдергиваются, соответственно, пожалуйста, прям буквально чуть-чуть, то есть без фанатизма, пожалуйста, чтобы вы, выдрав старый, вырос новый. Вы просто обновляете таким образом украшалку. Прям по всем местам, по чуть-чуть прошлись. Вот здесь вот, кстати, ну, у нас тут наши реснички, всякие вибрисы и все такое. Вы когда щипаете, да, вот это вот больно, не дергайте. То есть смотрите, где у вас голова, где у вас реснички, где вибрисы. Как-то их просто отделите, чтобы их не дернуть. Кого-то сейчас будем мыть. Значит, шея, наша шея, здесь у нас с вами короткая шерсть, такая же, как и здесь примерно. Соответственно, точно так же. Все выщипываем. Пальцами, камнем, как вам удобно. Ну, как мыть, не знаю, если вам надо, напишите. Я показывала уже, как мыть. Тут ничего сложного нету. Мойте, как обычно, глаза. Соответственно, чтобы сверху на голову намочить, вот так делаете душ. Поливаете, здесь все намыливаете. Точно так же смываете. Все тут. Ничего сложного в мытье-то нет. Мы используем, когда не на выставку, в том числе и кондиционер для увлажнения, шерсти, питания и всего остального. Для жестких мы используем шампунь Крис Кристенсен для жесткой шерсти. Ну и для гладких мы используем обычный шампунь. Супер очистителя мы пользуемся один раз в два месяца. Есть шампунь Day Day. Это каждый день, соответственно, можно мыть хоть каждый день собаку. Это не агрессивная косметика. Разводится один к десяти. Очень экономичная. Очень нравится мне вообще качество мытья данным шампунем. Вот в салоне у нас мы работаем со всеми клиентов, моем этой косметикой. Я очень довольна. Мы вот прям аж хрустят. Серые собаки уходят белыми. И запах приятный такой, не агрессивный. Вот тоже вот они, беленькие волосики. Хлоя, откуда у тебя беленькие волосики? Улюганка? Нет, это нормально. Так, поделитесь, чем можно укрепить подшерсток? Жидковатый. К сожалению, ну как, ничем. Он именно подшерсток. Он или есть, или его нет. У грифонов его может вообще не быть, а может быть в каких-то частях. Вот на примере хлои. Вот здесь у нее подшерстка нет совсем. У нее есть подшерсток здесь, на шее и все. То есть здесь голая, только ость. Поэтому, опять же, если можно попробовать вот то, о чем я говорила, маска Reqval Bio. Если там есть задатки, ну, подшерстка, то можно попробовать набить. Так, можно ли чесать грифона формулатором? Нет. Не портится ли шерсть? Портится. Фурминатор – это зло. Фурминатор режет шерсть, ломает ее. Ни в коем случае нельзя. Любой инструмент, с которым мы работаем, с любой собакой или кошкой, должен быть тупым. Фурминатор острый. Максимально, что я иногда делаю, это когда в линьке, прям в сильной линьке Брабансон, мы работаем фурминатором очень аккуратно, просто чтобы снять эту шерсть. Я на Брабансоне вам это покажу. Но фурминатор, конечно, прекрасная расческа, которую изобрели, но, к сожалению, уже практика показала многолетнее, что она режет шерсть. Если уж выставочная собака вообще не трогать, ни в коем случае. Ну, в принципе, вы поняли, да? Все, здесь то же самое. Что касается груди, здесь вы смотрите по анатомии, есть у вас плечо или нету. Если у вас хорошее плечо, вы можете снять украшалочку, только внизу пойдет переход в юбочку. Если у вас плохое плечо, вот здесь вот, можете оставить чуть больше объем, чтобы визуально, ну, это то, что выставочных собак касается, чтобы визуально казалось за счет шерсти, что она такая более округлая. Вот. Это все по вашей анатомии, смотрите. Напоминаю еще раз, как мы стрижем когти. Помните? Собака сидит вот так. Я держу ее рукой вот так. Я беру когтерезку и беру одну лапку. Когтерезкой пользуюсь кошачьей. Мне очень нравится. Вот такая маленькая. Когтерезка должна не... Есть, продаются очень тупые когтерезки. Они ломают кокоть. То есть при надавливании, видите, как он его ломает. Вам надо, чтобы он оп и отстриг. То есть это видно, что это острая когтерезка. Если уж купили тупую, попросите кого-нибудь вот тут вот заточить. И также беру палец, нажимаю на него, чтобы он вылез. Удобно мокрую собаку на самом деле стричь, потому что здесь шерсть вам не мешает. И, значит, вам нужно... Видите, носик острый. Я беру верхнюю пластину больше, захватываю. То есть сосуд у нас внизу, в серединке. Наверху его нет. Поэтому вы можете обрезать верхнюю часть больше. Вот таким образом. Но так как у нас есть всякие еще гаджеты, конечно же, мы после обрезания же острый кокоть, мы его обтачиваем. Эта штука называется гриндер. И таким образом, если у вас очень длинные когти, вы можете, обтачивая там хоть каждый день, по чуть-чуть, в конечном итоге привести коготок в коротенькое состояние. Потому что, во-первых, вы не порежете сосуд, кровь не пойдет, собаке не больно, и она будет даваться спокойно точить свои когти. Вот. Вот видите, сразу прям другая красота. Шик, блеск, красота. Так, Хлоин. Нала. Так, черненький. Нам собачек больше не надо. Вот сейчас Налашку вам покажу. Нала, садись. Садись. Вот Нала. Нала у нас с ней 8 месяцев. Соответственно, был тримминг, ну такой, когда убирали детскую шерсть. Вот мы сейчас покажем вам шапочку, которая равномерно, красиво выросла. Сиди, да, причёсываемся. Да, да, причёсываемся. Самая хорошая расчёска это вот эта. То есть, широкие зубцы и узенькие зубцы. Вот ей причёсывать. Сиди. Сиди. Вот. Вот наша шапочка. Сиди на ушко. Смотри. Покажи шапочку. Покажи. Покажи шапочку. Вот такая шапочка. Красивенькая, равномерная, плотненькая шапочка. Посмотрим твоя переносечку. То же самое, если у глазок есть, то прям пальчиком выдёргиваем. Сиди-сиди, дочка, сиди. Да, 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 лапки твои красивые. Да, я знаю, что ты не хочешь, дочка. Всем нравится бегать, играть, да? Щипаться никому не нравится, конечно. Вот нам надо освободить, чтобы в глазки ничего не тыкалось. Сиди. Сиди. Дурашка такая. Такие звуки издаёшь, пугаешь людей. Тут ребёнок сопротивляется. Да, не хочет ребёнка. Всё, ты молодец. Вот умница, да, да. Вот ты большая, молодец. Всё хорошо. Ну, как же можно проверить, посмотреть, созрела, не созрела. Вот здесь немножко, видите, совсем вылетает. То есть ещё может побегать. Я могу, конечно, пощипать, ну, уже практически. Ну, она ещё недельку может побегать. Ну, вот украшалка я вам рассказывала. Поднимай, поднимай. Причесываем. Стой, стой. Нам надо, чтобы она не смотрелась такой жидкой. Видите, какая длинная. Соответственно, вот так вот пальчиками её пощипаете. Только самая длинная часть хватаете. Молодец. Молодец. Молодец ты, мой зрач. Так, пропанцовый. Чисто, не короче. Робансон и фурминатор. Если, ну, собака уже не выставочная, пожилая, либо линька очень сильная, вы можете использовать фурминатор. Только при этом. Ну, то есть вам уже без разницы, будет обломан волос или нет. Значит, когда прям сильная линька, мы берём фурминатор. Сначала по шерсти делаем, а потом аккуратненько, вот таким образом, не надавливая, чтобы кожу не поцарапать, вот так вот прочесываем собаку, снимая с неё всё, что у вас сейчас отлетит дома. Вот таким образом. Всё, вот эти мелкие волосики, по ножкам проходимся. Везде-везде, потому что Барбансоны знают, что это такое линька. У Барбансона это караул и катастрофа, не надавливая. Сейчас вот чипсы не линяет, просто поэтому ничего не летит. Но показываю принцип, каким образом вы это делаете. Ещё раз напомню про выставочных Барбансонов. Есть всякие торчушки некрасивые на шее, вот здесь вот, на задних частях. Хвостик нам нужно сделать. Мы с вами всё это стрижём филировочными ножницами. То есть вы берёте филировочку. Ваша задача сделать это очень аккуратно. Там потренируйтесь на окошках. И вот всё, что некрасивое. Вот так вот. Мы с вами щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик. Должны... Кончик тоже, который остренький, нам не нужен. То есть кончик тупой у нас с вами. Помните, что у Брифона, что у Барбансона. Тупой хвостик. Кончик. И вот так стрижёте. Стрижёте, пока у вас прям красивый такой столбик. Ещё там причешите, посмотрите, если где-то ещё вылезли волосики. Вот. Также вот если здесь есть, вы убираете. Вот здесь вот если что-то есть, вы убираете. То есть ваша задача, чтобы собака выглядела, знаете, так аккуратно, такая вся, прямо без каких-то торчащих волосик. Вот здесь вот тоже. Вот я там в прошлый раз показывала на чипсе. Вот тут вот у неё отрастает. Я тут так же убираю пилировочкой. С двух сторон. То есть всё посмотрели, красивенько всё. Только стричь надо как будто так и росло. Аккуратно. Не переборщите. Ира! Ира, потихоньку. Ира! 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 Вот у Киры часто седые волосы. Сейчас почему-то нет. Не знаю, куда они делись. Бывает, что у неё вот одно время было прям очень много по корпусу. Вот волосик седой. Я их просто вот вылавливаю и выдёргиваю. Видите? Есть седые волосы в большом количестве, по моим наблюдениям. У грифона, которого брили не щипали, но это не в вашем случае, кто вопрос задавал. И там шерсть, она не чёрная, а такая, знаете, прям серая была. Вот. И когда уже пересчипали собаку, ну, всё равно седые волосы лезут, но, по крайней мере, видно, что уже такая чёрная красивая шерсть. Вот я прочесываю. Видите? Это вычесывается именно под шёрсток. То есть у кого его много, вам стриппинг нужен. У кого его мало, вам, в принципе, стриппинг, ну, так, 50 на 50. Вы ему не так часто будете пользоваться, если у вас собака прощипанная. Садись. Вот в киевном случае всегда, видите, у неё нос коркой покрывается. И я ей обязательно переносицу освобождаю, потому что вот так она устроена. Я недавно её делаю, поэтому не особо не заросло. Как бы я, скажем так, с глазами, с лицом, вот в этой части работаю чаще, потому что волосики отрастают, глазки текут, чем, например, по телу. По телу там, ну, раз в три месяца, например, щипаемся. Вот сейчас посмотрим. Ну, в принципе, Киру уже пора щипать. Ну, ещё не в таком количестве, как у Хлои, но уже, вот я дёргаю. Уже можно будет вот здесь много согрелых. Так, Глория, ко мне. Глория? Глория. Глория. Чипса, ну, хватит. Что за дела? Это наша всеобщая любимка, да? Которая со сломанной ножкой была, да, дочка. Лёля вот готовится к выставке в марте. Нам месяц до выставки. Соответственно, месяц для выставки это уже много. Мне придётся сегодня её снимать покороче, чтобы за месяц она отросла попышнее и был ещё один слой. Вот у Глории сейчас посмотрим. Тоже здесь подшёрстка практически нет. Здесь только ось. Вот немного подшёрсток здесь. И то я его только особо не вижу. Сейчас посмотрим стрипенько. Нравится, да? О, какой массажик заодно. Да, массажик, скажи, Лёля. Вот, как хорошо, да. За какое время до выставки нужно тренировать собаку? Особенно интересует голова. Значит, у вас получается так. Смотрите по своей шапке. Когда вы же можете тоже переусердствовать. Начните где-то за месяца два начинать готовить объём. И желательно, почему говорю, в роллинге. Тогда получается собака плотно набита. У неё не жиденькие такие волосики, жиденькая шапочка. А так как несколько слоёв, они делают такое заполнение красивое. То есть собака смотрится, ну, с шерстью. Значит, на выставку сильно длинная шерсть не должна быть. То есть вот это как бы для выставки длинновато уже. Она должна быть короче. Примерно, если у вас собака всё время в хорошем виде, то вот за месяц нужно, вот сейчас, как я сделаю, видите, вот в состоянии Глории. Я сейчас её отщипаю, ну, как можно больше. Чтобы через месяц она отрастив, ещё вот она же, вот эта длина-то, она же вырастет. Поэтому мне нужно сделать её покороче. Тогда собака будет выглядеть опрятно. Ну, получается так. За два месяца вы начинаете и по зонам. То есть вам нужно смотреть анатомию. Есть высокоперёда или у вас собака. Есть ли провалы здесь. Соответственно, скошен ли круг. От этого отплясывайте, какая где длина будет. То есть здесь вот лучше пообъёмнее, да, чтобы такая шея была красивая. Получается, видите, переход такой. Дальше будет ровная спина по крупу. Значит, если у вас круп скошеный, то вы здесь немного больше снимаете, а здесь поменьше, чтобы зрительно. Вот. И что касается головы, опять же, как вы любите шапочку, да, какую шапочку. Получается, что раз, ну, где-то вот за месяц, вот я сейчас отщипаю голову, и через месяц у неё будет вот примерно как у Налы вот эта красивая такая шапочка. Ну да, месяц примерно. Просто, знаете, тут ещё же как? Зависит от возраста, от скорости роста шерсти вашей конкретной собаки. Бывает, кто-то быстро прям обрастает, вот только, казалось бы, отщипал. А бывает, что долго. Поэтому, скорее всего, вам придётся сориентироваться и понять, как у вас обрастает. То есть, лучше, загодя до выставки, потренироваться, там за два месяца, например, отщипать. Посмотреть, сколько за месяц выросло. И тогда вы сориентируетесь, за какой срок вам лично нужно вашу собаку отщипать, чтобы она в этот момент была красивой. То есть, вот после тримминга, посмотрите, через сколько она будет красивой. Значит, вот за это время вам нужно будет делать тримминг. Опять же, учитывая, кобель или сука, да, у суки ещё есть гормоны всякие, течки и всё остальное. Лёля, сядь, пожалуйста. Сядь. Хорошо, сиди. Вот, если какие-то вопросы есть, не стесняйтесь, пишите. Ну и так всегда в личку можно написать без проблем. Мы же отвечаем на любые вопросы, которые возникают там, не знаю, животик заболел, или как что пощипать. Мы даже можем отдельное видео какое-то снять конкретно для вас в вашем случае. Показать там на любой из наших девочек. Вот переносится так же пальчиками всё. Всё дело, вот там некоторые пишут, что невозможно сделать. Там собака крутится, верится. Всё дело, на самом деле, в воспитании, в том числе, да. Ведь собака не потому, что я грумер, да, ну, сидит меня слушает, потому что к нам же приходят разные собаки. И нужно просто научить собаку сидеть во время тримминга спокойно. Это как работать. Вопрос. Значит, спасибо щенку 9 месяцев. Осенью пожалела, не убрала щенячью шерсть. Теперь боюсь, будет лысенькая. Это первый вопрос. Перещипайте всё равно, ничего страшного, она отрастёт. Ну, просто совсем на лысо не щипайте, ну, оставьте там. Посмотрите, если, конечно, прям в лысый уходит. Ну, вот вы берёте руками, а там всё отваливается. Ну, значит, перещипайте, кофту наденьте, отрастёт достаточно быстро. Там через неделю уже первый слой появится, там за месяц так вообще уже будет красота. А потом просто уже в роллинг уйдёте. То есть вы, когда первый, вот у вас один слой у собаки, один, первый раз один, и вам нужно расслоить её. И вот в этот один слой вам нужно постараться правильно перещипать. Перещипать, то есть, грубо говоря, через волос. Волос щипаете, волос не щипаете, волос щипаете, волос не щипаете. Тогда у вас один слой, который вы выщипали, будет расти коротенький, а второй более длинный остаётся. Через примерно там три недели, месяц вы снова щипаете самую длинную часть. И так у вас появится уже ещё слой. И таким образом, вот каждый раз, отщипывая только длинную, у вас будет несколько слоёв. Но только примерно это нужно делать раз в два-три месяца. То есть следить. Следующий вопрос. Стриппинг большой нужен. Он для подшёрстка? Я так понимаю, что вы спрашиваете, для подшёрстка какой стриппинг нужен? Стриппинг вообще, в принципе, для подшёрстка. Он и есть для подшёрстка. Он хорошо берёт этот стриппинг именно для жёсткой шерсти. Вот, смотрите, это для жёсткой. Вот это для мягкой. Разница в расстоянии между зубцами. Вот это для жёсткой, это для мягкой. Вот этим стриппингом, если у вас ещё есть там корги, сибы, акиты, хаски. Вот это для жёсткой.